80-летняя Зимфира Алексеенко жила одна в этом доме. Умерла тоже в одиночестве 5 июня. И начались споры о ее двухкомнатной квартире. Дело в том, что досталась она чужому человеку. С 2016 года за Зимфирой Константиновной присматривала риэлтор Вера Лещенко. Женщины познакомились случайно. Она просто ведет ее, она еле-еле любит там. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот вот с этим можно понять, что она к ней не добр относилась. Сейчас нету человека. Я не поверю, что это не послужило тому, что Вера приложила к этому руку. Потому что Зимфира к своему здоровью относилась. Она могла на день 10 раз вызвать скорую. 10 раз вызвать скорую, чтобы лишь бы только ей выжить и ей помогли. Через полгода Вера Лещенко, риэлтор, вступит в собственность на все имущество умершей пенсионерки. Зимфира Константиновна изменяла завещание несколько раз. Квартира могла отойти Ольге Сафоновой, соседке, которая ухаживала за старушкой последний год. Или двоюродной племяннице, Тане, которая изредка навещала бабушку. Но теперь даже просто зайти в квартиру не может. Она хочет фотографии взять, какие-то документы. У нее есть вещи, которые она приходила, раздевалась, халатик или что. Соседка уверена, что пенсионерка подписала завещание под давлением. Ольга часто разговаривала со старушкой по телефону, даже после того, как та отказалась от ее услуг сиделки. Говорит, что Зимфира Константиновна боялась женщину, которая за ней ухаживает. Поэтому все разговоры записывались. Смотрите, чтобы у вас двери были открыты. Вдруг она меня будет лупить или что. Ага. А когда она сейчас приедет? Ну вот она сказала, сейчас придем и я приеду, а я-то не знаю уже. Ну понятно. Самое интересное. Вот у Лещенко есть схема риэлторов. То бишь она все свои квартиры не проводит через наследственное дело. Она их все продает через куплю-продажу. То бишь покупая квартиру, через три месяца ее продает. С 11-го года у нее такая система. Уже сколько квартир? Так продано 15 квартир. Ой, 5 квартир. Но риэлтор эти данные не подтвердила. Рассказала только, что она некоторое время действительно помогала еще одной старушке, своей старой знакомой. И та тоже завещала ей комнату на молодежной. Правовых каких-то проблем я здесь не вижу. То есть лицо, которое хочет составить завещание, может его составить в любой момент и абсолютно на любого человека. Даже на совершенно малознакомого человека. Может его составить каким угодно образом. Может самостоятельно прийти к нотариусу. Может у нотариуса вызвать надо. В ближайшие дни Ольга Сафонова планирует обратиться с заявлением в прокуратуру Следственной комитеты к уполномоченному по правам человека. Она считает, что будущая владелица квартиры, Вера Лещенко, поспособствовала смерти пенсионерки. Дорида Миллер, Николай Шилко. День с толком.